Сезонная атака. Чем больше грызунов, тем больше клещей. Специалисты фиксируют рост численности мышей и крыс на территории Прикамья. Обусловлено это весенней миграцией животных, теплой зимой и активным разнавжением. Все это может повлиять и на увеличение количества членостоногих, а также на распространение энцефалита. Обо всем подробнее расскажет Евгений Гуляев. Улица Солдатова. В одном из дворов контейнерная площадка. Привычные обитатели здесь, грызуны, отмечают местные жители. Крыса, особо не осторожничая, прогуливается среди мусорных баков в поисках пищи. Здесь они ходят буквально как у себя дома, можно сказать. Живут они вот в этих вот сугробах, залазят под капот и живут там. То бишь под капотами, даже когда заливают жидкость, там кости, хлеб, пакеты различные. Ходят они абсолютно везде. По словам специалистов, большое количество крыс в городе можно зачастую увидеть вблизи вот таких мусорных площадок. В сами контейнеры грызуны залезают только ради того, чтобы прокормиться. Да, а живут они поблизости, роя в земле норы. Вот, к примеру, здесь, за мусорной площадкой на Солдатова, таких нор где-то около десяти. По сравнению с прошлым годом, численность грызунов в городе увеличилась примерно на 10%, отмечает в Кривом центре дезинфектологии. Это сезонное явление. Сходит снежный покров, наступает период миграции и размножения. Но есть еще один немаловажный момент. Чем больше крыс и мышей, тем больше клещей. Грызуны – это одни из основных прокормителей клещей. Соответственно, опосредованно они влияют и на заболеваемость клещевым цифалитом. На крысах живут личинки клещей. До тех пор, пока не вырастут до взрослой особи. Впрочем, на этом роль грызунов, как переносчиков различных заболеваний, не заканчивается. ГАЛПС – это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Переносится она как раз именно грызунами. При контакте с ними заражение происходит. И там, где концентрация грызунов достаточно большая, риск заразиться ГАЛПС, он высокий. В прошлом году в Прикаме зафиксировали полтысячи случаев заражения этой инфекцией. Один случай в Чайковском с летальным исходом. Специалисты поясняют, уберечь себя от грызунов на дачах не так сложно. Достаточно не устраивать свалок, пищевых и другого рода отходов на своих участках, проводить уборку и обработку территории. А что касается мусорных контейнеров в городе, то если они не убираются, людям следует обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ. Коммунальщики проведут необходимое мероприятие сами, либо обратятся в специализированные организации. Если где-то не торопятся устранять проблему, необходимо сообщить в Роспотребнадзор. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.